Свыше 10 триллионов тенге должны казахстанцы по кредитам. Почти у полумиллиона граждан есть просрочка свыше трех месяцев. На этом фоне в стране приняли поправки, ужесточающую выдачу новых займов. Теперь банки и микрофинансовые организации будут ориентироваться исключительно на платежеспособность потенциальных клиентов. Раньше их могли игнорировать. Подробно об этом Амира Хайдаров. Просроченные онлайн-займы и пара кредитов в банке. Удивительно, но такой багаж раньше вопросов у финнорганизации не вызывал. Казахстанцы могли запросто оформить еще и какую-нибудь рассрочку. Но не теперь, когда вступили в силу новые поправки в законе. Сумма платежей по всем кредитам не должна превышать 50% от доходов заемщика. За этим будут строго следить. Норму, по словам экспертов, приняли еще несколько лет назад. Однако на деле соблюдали ее не все игроки финансового рынка. Нарушение повлечет за собой серьезные последствия. Пенсионное отчисление, значит, опять же, ваше движение по вашей заработной карте, обязательный расчет коэффициента долговой нагрузки и ваша кредитная история, в каком она состоянии. Вот эти вот как минимум четыре аспекта всегда будут рассматриваться. То есть, с ваших слов, да, что-то там, ну, информации приниматься не будет. Сократили также срок предоставления информации банками и микрофинансовыми организациями о выданных средствах. Кредитная история казахстанцев будет обновляться каждый день. Однако такие меры создают риск появления новых мошеннических схем по выдаче кредитов. Когда есть какое-то ограничение, законодательное ограничение, да, в стране всегда появляются какие-то предложения на рынке. Они будут какие-то теневые. Мошенники тоже не сидят сложа руки. Они каждый день разрабатывают все новые и новые схемы только для того, чтобы получить от вас ваши деньги, либо оформить на вас кредит. Поэтому здесь очень нужно быть внимательным. Для этого и нужно повышать свою финансовую грамотность. Есть плюсы для клиентов микрокредитных организаций. Переплата по таким займам сократится в два раза и не сможет быть больше 50% от суммы микрокредита. А в случае просрочки заемщики могут обратиться к кредиторам с просьбой пересмотреть условия и порядок выплат. Раньше я сталкивался с просрочкой, но смог выплатить все долги за пару месяцев. Лучше не брать кредиты, так как платить их очень трудно. Нет, у меня не было никогда просрочек по кредитам. Я беру кредиты уже давно, вовремя оплачиваю, а потом беру по мере возможностей. По ситуации надо смотреть. Кому-то кредиты нужны, кому-то нет. Кому-то ипотеку, кому-то маленький кредит небольшой. Всем по ситуации. В условиях роста инфляции эксперты призывают как можно тщательнее подходить к выбору займов и тем самым снизить количество закредитованных казахстанцев, в разряд которых попадает тот, у кого есть просрочка свыше 90 дней. Амир Хайдаров, Курмагазин Арусбай, Мурат Арибханов, Хабар-24.